Радио Энерджи подарит тебе 1 миллион рублей. Только одно условие. Говори правду. Детектор правды. Эпизод второй. В кресле правды в студии Радио Энерджи. Лиза Усова. Ей 20 лет. Она из Набережных Челнов. Она служит секретарем генерального директора одной очень солидной фирмы. Привет. Привет, привет. Кстати, Челни нас слушают, поэтому... Да, да, да. У меня мама как раз в Челнах. Она слушает меня. Привет ей. Мама слушает тебя сейчас? Ну, к сожалению, да. Ты уверена, что стоило ей это говорить? Я случайно сказала, а уже теперь ничего не изменишь. Ну, понятно. Лиза Усова, ты любишь, когда во время занятий любовью тебя связывают? Да. Да. Вау. Правда? А что, Вау, Саймон, это очень удобно. Лежишь, тебя свисты и лежишь. Да, ты в Виталии ничего не делаешь. Не, ну просто это уже значит, что она, ну, без комплексов, знаешь. Она разрешает много чего делать. Ага, зато с ленью. Почему с ленью-то? Нарушники, это же тема. Это же тематические занятия. Все, у нас не будет больше вопросов, я так понимаю. У нас начались только фантазии, сейчас серия номер два, серия номер три. Все мужики сейчас в пробки едут и фантазируют. Я их понимаю. Ты хотела бы заняться любовью с темнокожим мужчиной? Это больше похоже на задание ведущих. Это Дэнни Саймону, скорее всего. Это он там. Это не я, я ни при чем. Я вообще ни при чем. Ты хотела бы заняться любовью с темнокожим мужчиной, да или нет? Блин. Да. Правда? О, не собрала. У меня и сейчас. Ты, наверное, в кофейне кофе обычно черный заказываешь, что ли? Без молока и хлеба. Без молока, не разбавлены, да? Да, и с черным хлебом. Это, друзья, по Фрейду, что это значит. Да вот прям, ой-ой-ой, я сам уже, это, зачесалась. Ты когда-нибудь справляла нужду в подъезде? О, Боже. Сколько? Я возьму задание ведущих. Задание ведущих? Зачем тебе это надо? Я хочу позориться. Что ты не хочешь меня, что ты писала в подъезде? Ну ладно, бери задание ведущих, хорошо. Нам в анкете, в своей, Лизок написала, что она ненавидит лук. Поэтому заданием ведущих... Да все, перестань, ты его уже взяла. Заданием ведущих будет прямо сейчас. Вот вам нож, вот вам луковица. Мамочка. Съесть луковицу. И пока ты будешь ее... На, Сай, почисть, пожалуйста. Давай, давай. Пока ты будешь ее жевать, ты будешь отвечать на наши следующие вопросы. Ага, во-во-во, правильно, режь. Видеотрансляция... Что-то я разучился чистить лук. Давай я, давай мне. Целая луковица вместо ответа на вопрос про подъезд. Значит, секс втроем нам нормально, а пописать в подъезде это палево. Ну, в общем, человек имеет право. Давай, давай, Саймон ее кормит с руки. Давай, давай. Он валяет, ужасно. Кто, Саймон? А ты должен такого быть. Нет, Саймон. Давай, нет, целоваться. Хорошо, все, стоп, стоп. Тогда отвечай. Ты справляла нужду в подъезде или нет? Да. Да. Это ужасно. Правда? Лук-то умеет. Нет, Лук воняет, а в подъезде после тебя, значит, нормально. Следующий вопрос номер 24. Ты спала со своим боссом все-таки, да или нет? Вот здесь-то и нужно было, собственно говоря, брать за нами ведущих. Ешь лук. Давай, Лук, не сидим. Вот лук у нас есть. Ты же ешь Аурму, там же лук дофига. Я не ем шаурму. Ну, в тарелке ешь. Ешь лук, ешь лук. Давай, Лук, ешь лук. Или ты спала со своим боссом. Босс в командировке, отвечай. Да или нет? Давай, Лук. Да уже запалилась, да или нет? Да. Да, спала с боссом. Я не с этим, я с другим. Ага, сразу я в шоке, ребята. Детектор правды. Эпизод второй. Привет, будущие участники. Хотите опозориться так, как это сделала сегодня я. Но... Получай анкету. Идите и опозорьтесь. А так, очень было весело, приходите. Эмоции просто незабываемые.